Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что в запрещенной грамме Леонид Агудин обратился к нам, с вами к россиянам, с загадочным посланием. Сегодня, 17 апреля, в мире опять произошло много плохого, но большинство этого не заметили, и они в этом не виноваты. Так будет, пока не произойдет опять большой взрыв, три точки. На фоне красном он стоит. Вы знаете, кто как поймет, пишите в комментариях, я понимаю это так, что он качает лодку, мне так кажется, в том смысле, что, ну, сейчас все равно, все, что упоминают, упоминают в контексте проводимой операции. Сегодня я прочитал, что активисты требуют отменить концерт его супруги Анжелики Варум в Москве, в Подмосковье, в Красногорске, не важно, там все одно здесь. Значит, в Крокус-Сити-Холле из-за позиций против. И вы знаете, дело все в том, что Агудин тоже на концерте как-то высказывал мнение, он тоже, в принципе, такое же мнение высказывал. Я это вижу так, красный фон, это понятно все, он показывает конкретно на каждого, кто эту картинку смотрит, ощущение, что он показывает именно на вас, на меня, там, кто смотрит, на того и показывает, да. И как бы дает понять, что сегодня случилось много плохого, но вы этого не заметили, и вы не виноваты. И так будет, пока опять не произойдет большой взрыв. То есть, он намекает на эскалацию конфликта, на какое-то более серьезное, как мне кажется, это мое субъективное оценочное мнение, на какое-то серьезное, так скажем, происшествие в виде, ну, вы понимаете, да, большого какого-то взрыва, который заметят уж точно все. Вы знаете, мне кажется, что ему стоит обращаться не только к россиянам на русском языке, уже очень давно, я думаю, ему стоит уже лет 8 как, а то и 15, начиная с Югославии, обращаться на английском языке к своей англоязычной аудитории, она у него все равно в какой-то степени есть. Плюс ко всему, у них дочь живет в Америке, которой они ездят, я думаю, что он мог бы там листовочки раздавать или еще что-то делать, но он боится, он не будет этого делать, потому что иначе судьба дочери будет туманна в Америке, да и имущество. А к россиянам обращаться можно. Леонид, обратитесь, пожалуйста, к общественности на английском языке, спросите у них насчет Югославии, Ливии, Сирии, Ирака и так далее, как там дела обстоят. И покажите на них, что в мире случилось много плохого, но вы этого не заметили, причем много плохого происходит уже многие годы из-за демократического государства, которое несет демократию под надуманными предлогами, сея не что иное, как трагедии, трагедии и боль повсюду. Я думаю, что вам это обязательно нужно сделать, будем ждать, будем ждать. Друзья, что вы увидели в этом обращении загадочном? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. К вам нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.